Количество заболевших коронавирусом в нашем крае продолжает расти. Пока еще ежедневный прирост людей, у кого подтверждается это заболевание, ограничивается двухзначной цифрой. Так, 7 мая в регионе прибавилось 99 случаев заражения. Всего в регионе заболели 1534 человека. Для густонаселенной Кубани эти цифры, может быть, кому-то покажутся не такими критичными. Но если каждый из нас не будет соблюдать меры самоизоляции и масочный режим, число заболевших будет продолжать расти. На основе ежедневного мониторинга Краснодарский край входит в число лидеров по противодействию распространения коронавирусной инфекции в нашей стране во многом благодаря постоянной работе по обеспечению карантинных мер. Для того, чтобы поставить надежный заслон распространению инфекции и уберечь жителей от этой опасной болезни, в Славянском районе с самого начала карантина действуют созданные специально для этих целей отряды самоконтроля. Они патрулируют улицы Славянска на Кубани, станиц, поселков и хуторов по всему району. Самоизоляция – это наиболее важный этап, чтобы в дальнейшем у нас с этой пандемией было закончено раз и навсегда. И поэтому рейдовые группы стараются людям объяснять, что при крайней необходимости нужно выходить, то есть когда уже совсем в аптеку, в больницу, в магазин продовольствия. Праздно гулять, мы ведем беседы, люди понимают, даем им уведомления о том, что не надо это делать. И если есть люди, которые игнорируют, на тех составляется протокол административного правонарушения. Также нашим рейдовым группам встречаются люди на вокзале, мы встречаем поезда, люди, которые прибыли к нам издалека, их сразу же мы записываем, ставим на учет. Таким образом, за исключением жизненно необходимых случаев, жителям запрещено покидать места своего проживания. Передвижение личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основе спецразрешений. Продолжает действовать внутри муниципалитетов беспропускное окно для автомобилей для решения накопившихся житейских дел с 10 до 16 часов. За соблюдением этих правил следят полиция, волонтеры и казаки. Недопустимо по-прежнему нахождение в парковых зонах, на берегу реки и в других местах с целью отдыха и по другим, не входящим в число уважительных причинам. Кроме этого, обязательно соблюдать масочный режим. Мы побывали с одной из мобильных групп на патрулировании в Славянске-на-Кубани. Катер с сотрудниками практически каждый час совершает объезд участка реки, контролируя обстановку. При патрулировании осуществляется видео и фотосъемка возможных участков нахождения так называемых нарушителей карантина или самоизоляции. В случае обнаружения патрульными людей, групп людей, эта информация передается в единодерживную диспетчерскую службу. Вследствие чего принимается решение о направлении туда специальных оперативных групп для того, чтобы понимать ситуацию, эти люди являются нарушителем или нет. В предстоящие выходные и праздничные дни необходимо оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и требования ограничительных мер. Это важно для каждого из нас в связи с угрозой распространения коронавируса. Роспотребнадзор рекомендует жителям воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме, отказаться от общения в компании, пикников на природе, для общения и поздравления с праздниками, использовать современные дистанционные средства связи, не подвергать опасности лиц из групп риска в возрасте старше 60 лет. Согласно этим рекомендациям, в целях недопущения распространения болезни ограничено пребывание граждан на побережье Азовского моря, в берегах рек Протоки и Кубани на территории Славянского района. Для патрулирования территории будут привлечены дополнительные силы казаков, дружинников, сотрудников правоохранительных органов. К нарушителям будут применяться штрафные санкции. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин